Сегодня я приготовлю суп рассольник. Для этого мне понадобятся овощи, картофель, морковь, репчатый лук, соленые огурцы, мясо, кусочек для бульона и я добавляю рис. Отправляем мясо в кипящую воду и будем варить бульон. Мясо варилось где-то час двадцать, но этого вполне достаточно для такого небольшого кусочка. Подготовила, нашинковала картофель, лук, морковку, соленый огурец. Ну вот люблю я, когда все порезано соломочкой. Вот такой хорошей, красивой соломочкой. Все делаю вот на той терочке. Уже очень много лет все на ней режу. Релакс кафе. Достаем мясо. Потом мы его порежем на мелкие кусочки. Отправляем в кастрюлю морковь. Картофель. Лук я не пережариваю. Не люблю лишний раз использовать как бы прожаренное, канцерогенное, но получается масло растительное. Но все и в таком виде получается очень хорошо. Довожу все это до кипения, картофель с морковкой и засыпаю репчатый лук. Повторюсь, я лук не пережариваю. И вообще я сторонница всех таких первых блюд, ни на каком ни на мясном бульоне, в лучшем случае на курином. Все прокипело, закладываем соленый огурец. Ну, где-то на трехлитровую кастрюлю 3-4 огурчика соленых, среднего размера. Мясо режу на кусочки и отправляю его в кастрюлю. Тоже пусть еще доваривается. Рисы добавляю 2-3 столовые ложки. Кто как любит. Кто погуще, кто пожиже. Я все-таки люблю, чтобы суп это был суп, а не водичка. Ну, а теперь можно и посолить. Соль по вкусу. Кто как любит. Я еду любую еду, любой пищу не досаливаю. Соль это яд. Добавляем черный перец горошком. Еще нужно будет добавить лавровый лист. Если у кого есть в доме на момент приготовления зелень, укроп, петрушка, все можно в ход. Теперь опускаю в кастрюлю лавровый лист. Поскольку я не пережариваю лук, в конце варки я добавляю немного растительного масла. Получился суп наваристый. Рис проварился. Все проварилось. Все замечательно. Выключили газ. Супчик настаивается. Выключился.